Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Ранее в одном из предыдущих видеороликов я уже рассказывал о том, что еще в начале 2022 года должен был быть осуществлен очередной этап по либерализации сферы ОСАГО. Предполагалось два основных этапа этого изменения. Первый это отказ от учета износа при расчете стоимости восстановления после ДТП. Второй это увеличение лимита выплат по ущербу жизнью и здоровью после ДТП с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Что касается износа, я напомню, что на сегодняшний день, когда по полюсу ОСАГО осуществляется не направление на ремонт, а выплаты живыми деньгами, в таком случае для старых автомобилей, согласно действующей методике, страховые компании имеют право занижать стоимость деталей на размер износа. Согласно действующему закону, этот износ может составлять до 50%. Соответственно, для владельцев старых транспортных средств полученные выплаты часто не хватает для осуществления полноценного ремонта. Им приходится либо экономить на качестве работ, либо покупать какие-то аналоги запчастей, либо бушные запчасти, либо добавлять недостающую стоимость уже из своего кармана. Вторая мера – это повышение лимита выплат по ущербу жизнью и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов. Дело в том, что на сегодняшний день действует дополнительно для пассажирских перевозок такой вид страхования, как обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. К примеру, для автобусов, там для трамваев, троллейбусов выплата в таком случае при ДТП для пассажиров составляет до 2 миллионов рублей. При этом, если вы передвигаетесь на таком виде транспорта, как такси, который по сути тоже является общественным, водитель такси застрахован только по полюсу ОСАГО. И в случае ДТП пострадавшим выплата, опять же, по полюсу ОСАГО на сегодняшний день не превышает 500 тысяч рублей. Именно поэтому в Российском Союзе автостраховщиков предлагают сразу в 4 раза увеличить этот лимит выплат. 27 октября 2022 года в Москве прошел форум лидеров страхового рынка. Мне удалось принять участие в этом мероприятии. И в ходе этого форума исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев рассказал о том, какая же судьба ждет эти реформы. По его словам, в первую очередь, рынок страхования рассматривает введение отказа от учета износа, потому что это, опять же, связано с актуальной тематикой перехода на учет неоригинальных запчастей, проблемы с выплатами запчастями. То есть, в первую очередь, предполагается отказаться от учета износа. Уже потом, в дальнейшем, во вторую очередь, уже рассматривать увеличение лимита до 2 миллионов рублей. При этом, по словам Уфимцева, это планировалось сделать до конца 2022 года, но ситуация, как вы понимаете, резко изменилась. Поэтому, по его словам, отказ от учета износа и увеличения лимита выплат будет основной реформой ОСАГО уже в 2023 году. Причем, между отказом от износа и увеличением лимита выплат пройдет определенное время. Это сделано для того, чтобы избежать резкого повышения стоимости полюсов ОСАГО. Но, в любом случае, стоимость полюса ОСАГО после отказа от учета износа вырастет. Вопрос лишь в том, насколько. Эту информацию подтвердил и Евгений Уфимцев. С другой стороны, это позволит автовладельцам получать хотя бы более-менее соизмеримые затратами на восстановление после ДТП автомобиля выплаты. С развитием ОСАГО направление, это все-таки, чтобы была либо отмена износа, либо увеличение лимита. Это тема, которую в этом году мы не успели реализовать из-за проблем, которые возникли. Но на следующий год она точно будет стоять для того, чтобы все-таки для клиентов, для пострадавших выплата стала без износа. Наверное, это одна из важных задач. Это, соответственно, рост премии, это, соответственно, рост рынка. Я думаю, больше 300. Я оптимист в этом смысле, потому что считаю, что... Но это не значит, что вырастут только сборы. Это вырастут выплаты, потому что люди, особенно в нынешних условиях, моторное страхование показало, хотят получать выплату страхового возмещения без износа. Выплаты вырастут, но вырастут и сборы, да. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, в описании под этим видео я оставлю ссылку, где вы можете сравнить актуальные цены и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под роликом. Всем удачи на дорогах и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова